всем привет в этом видео хочу показать как я сделал приствольные круги у кустов смородины крыжовника ёшты сейчас на экранах вы видите именно ёшту когда я вырезал клумбы у меня оставались из резины вот такие звездочки они долго у меня лежали несколько недель назад я все-таки нашел место куда их можно применить внизу постелено агроволокно 50 на 50 сверху положен такой круг в виде солнышко звездочки и с четырех сторон пришпилен в землю проволокой двойкой и вот так она держится вот еще куст черной смородины тоже сделан таким же способом и внутри этого куста вегетирует молодые побеги и их очень-очень много таким способом я укрыл 16 своих кустов и надеюсь что они будут в таком состоянии очень хорошо расти таким же способом были заделаны кусты винограда 10 кустов винограда которые в этом году я все-таки надеюсь что меня порадуют хоть каким-то урожаем потому что некоторым кустам уже будет третий год вчера закончил установку еще двух рядов шпалеры по четыре из таких столбика с каждой стороны на три куста винограда вот один у меня ряд сделаны были натягушки таким же способом как и в предыдущий раз второй ряд и вот завершающий этап вот этот ряд вот шпалера также сделана была натягушка там закопано три секции чугунной батареи и с каждой стороны так сделано здесь у меня немножко не хватило проволоки тройка у меня есть но сюда выше я хочу двойку оцинковку а у меня такой пока что нет поэтому осталось пока что без проволоки кусты понемножку начинают расти и вот уже в некоторых кустов вылазит листик это у нас должен быть дубовский розовый куст так ну и вот здесь у меня так получилось посажена игрушка японская или секуи или кокосу и ну и сделано на тягушка немножко смещена в сторону потому что здесь вот это игрушка чтобы себе спокойно росла а когда немножко подрастет то ее можно будет даже привязать к этой проволоки а малину я все-таки решил прополоть потому что здесь укладка агроволокна будет трудной очень много молодых побегов практически всю территорию закрывают новые побеги и поэтому здесь укладка агроволокна не будет создавать нужного эффекта здесь думаю вот скажу траву еще немножко подожду и этой травой сделаю мульчирование это будет лучший способ для малины ну и напоследок моих две самых красивых яблони которые в этом году цветут полностью веточки просто облеплены цветочками и соцветиями погода у нас сегодня замечательная вот только что немножко спряталась солнышко это на экранах сорт ханный крисп это яблоня имеет высоту приблизительно метр сорок метр пятьдесят и даже самая верхняя почка заканчивается цветком я просто удивлен таким количеством соцветий а вот еще одна также высота ее около метр сорок метр пятьдесят также облеплена вся соцветия самая верхняя почка также дала соцветие эти две яблоньки просто красавицы это яблоня я почему-то думаю что это чемпион она немножко отличается от предыдущей тем что листья на ней более яркие ярко-зеленые а на той листья как бы такие шероховатые но здесь третья яблоня и хочу показать вам вредитель вот это называют ее аленка волохатая как она там называется по книжному не знаю и она объедает средину цветка вот видите как она кушает и потом здесь плод не завязывается поэтому я их пока могу уничтожаю руками вчера сделал небольшое опрыскивание тех деревьев которые не цветут персики груши некоторые сливы некоторые абрикосы а вот эти яблони которые цветут я не трогал чтобы не навредить пчелам и также себе чтоб все-таки пчелки работали на этих цветках и завязывали здесь плоды но на этом я заканчиваю свое видео кому было интересно поставьте палец вверх и до следующей встречи всем пока